Юная гимнастка Елизавета Ростова привыкла побеждать в соревнованиях. У нее же более 10 медалей высшей пробы мотивирует к победам младшая сестра София. Она тоже осваивает прыжки кульбита на ковре, бревне, коней и брусьях. Дома разговоры только о гимнастике. Мама Светлана рада, что дочери выбрали этот вид спорта. Случайно, еще ничего не зная про этот вид спорта совершенно, по телевизору с мужем так краем глаза зацепили вот эту спортивную гимнастику. Посмотрим, Лиза, прям наша Лиза, там на бревне, на кольцах, реально. И позвонили, просто набрали сразу в интернете лучшие тренеры по спортивной гимнастике в Самаре. Вышел телефон, был август месяц, позвонили, нам сказали, приходите, мы вас посмотрим. И она сразу прошла, как дома себя чувствовала Лиза, и вот пошло. И мы уже, получается, 4 года, 5-й занимаемся. Занимаются девчонки и мальчишки спортивной гимнастикой в 18-й спортшколе. И в конце учебного года, как положено, спортсмены сдают экзамены по этой дисциплине. Девочки повышают разряды и звания в вольных упражнениях на ковре, затем переходят на брусья, коня и бревно. Юноши соревнуются на кольцах, коне, брусьях, перекладине в опорном прыжке и вольных упражнениях. Суммируется сумма баллов, определяются победители и призеры, и кто попадает дальше на какие соревнования, кто выполняет свои спортивные разряды, а все остальные, которые добились скромнее результатов, работают дальше, усложняют программу, и они всегда будут чемпионами сначала в своей душе, а потом на педестале. В соревнованиях приняли участие 60 человек от 6 до 15 лет. Спортсмены выступают в разных категориях, в зависимости от возраста и уровня мастерства. Естественно, чемпионы и призеры определяются отдельно среди мальчиков и девочек. У кого-то получились соревнования, у кого-то сегодня были ошибки, у кого-то падение, слезы и так далее, но это опыт для этих детей. У некоторых это первый опыт. По этим соревнованиям можем смотреть, как ребенок вообще себя преподносит на соревнованиях, есть ли у него уверенность, есть ли страх. И дальше будем уже работать, исходя из того, как он прошел сегодняшнее соревнование. Те, кто сдает на второй взрослый разряд и вплоть до мастеров спорта, летом поедут защищать честь Самарской области на спартакиаду школьников. Всероссийские соревнования пройдут в Казани. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.